Хабиров предсказуемо начал оперативное совещание в правительстве с обсуждением событий 15-17 января в Баймаке и в Уфе. Радий Фаретович сходу опроверг мнение Кремля и Дмитрия Пескова о том, что в Башкирии не произошло ничего существенного и все, что случилось, это какой-то небольшой конфликт, локальный конфликт, который должен разрешать самому Хабирову. Вопреки мнению Кремля, Хабиров грозно заявил, что он теперь борется с экстремистской заразой, и велел немедленно показать на большом экране познавательный ролик, разоблачающий истинное лицо всех четверых башкирских экстремистов, которых ему удалось выявить за рубежом. Ролик, снятый в лучших традициях НТВ, показал нам, собственно не только нам, но и всем, как страстно мечтают из-за границы башкирские экстремисты расчленить нашу с вами великую родину и нанести побольше вреда за деньги западных недоброжелателей. Как бесстыдно колесят по миру эти иуды башкирского народа, уговаривая иностранных буржуев совершить подлости и гадости в непосредственной близости от Уральских гор. Насладившись духоподъемным видео, которое Ради Фаритович очевидно просмотрел не один раз уже с утра, Хабиров подвел некий итог своего противостояния экстремистской заразе за неделю. Начал подводить итоги своей борьбы, Хабиров горячо поблагодарив жителей республики Башкортостан за то, что цитируя регион, достойно прошел проверку на прочность. Видимо, Хабиров имел в виду то, что все жители республики Башкортостан не поддержали его отставки и за это он им очень благодарен. Ну, знаете ли, это, как говорится, дело наживное и я даже уверен в том, что требование отставки Хабирова настолько же неизбежно, как налоги и смерть, потому что рано или поздно это случится. Ну, главное, чтобы это не случилось поздно. Далее Хабиров заявил, цитирую, что многолетний шантаж и выстраивание радикального экстремизма в республике Башкортостан не прошли. Конец цитаты. И снова горячо поблагодарил за это жителей республики. Так, получается, что за пять лет правления Хабирова в регионе подняли голову уродливые проявления радикального экстремизма и только стойкая позиция жителей республики спасла нас от катастрофы. Ну, так вот следует из речей Хабирова. А чем же, собственно, за сей эти пять лет занимался сам Хабиров и его блистательный внутриполитический блок? Получается, что прохлопали они всех четверых вышеозначенных злодеев-экстремистов. Далее, по мере возрастания градуса патетики Хабиров перешел к угрозам. Цитирую снова. «Мы не позволим так действовать на нашей территории, и те, кто к этому причастны, будут наказаны». Ну, очевидно, что четверо главарей кровавого экстремизма от башкирского национализма и их покровители в этот момент горько пожалели о том, что встали на преступный путь расчленения российской государственности. Впрочем, кое-кого Хабиров даже пожалел. Он сообщил, что его сердце борца за единство народов Башкортостана все же не каменная. И ему, цитирую, «искренне жаль глупышей, которые подняли руку на сотрудников правоохранительных органов». Ну, тут, как говорится, Радий Фаридович вторгся не в свою сферу. И силовики, и чекисты как-нибудь без него разберутся, кто чего на кого там поднял в баймаке и в Уфе. Ну, и завершая свой обзор антиэкстремистской деятельности за неделю, Хабиров перешел к краткому самобичеванию и критике. Первым делом он задался вопросом, почему до сих пор он совсем не рассказывал жителям республики Башкортостан об истинной сути негодяев, организовавших баймакские события. Ответа на собственный вопрос Хабиров трагически не нашел, но пообещал в скором времени рассказать все и вся о тех, кто воспользовался бесчисленными проблемами региона ну, собственно, к слову сказать, созданными самим Хабировым и начали, как он выразился, раскачивать ситуацию. Главам муниципалитетов Хабиров строго велел прекратить кабинетное существование и выходить к людям, внимательно слушать людей и слушать то, что думают эти люди о башкирской власти. Причем Хабиров предупредил, что выслушивать все вот это будет очень неприятно и даже может быть опасно. Ну, однако я сомневаюсь, кстати говоря, в том, что в массе своей башкирские чиновники последуют вот этой рекомендации Хабирова, ну, как говорится, дураков нема. На этом разбор баймакских полетов был завершен, и Хабиров напомнил, что хоть борьба с экстремизмом это дело, как говорится, увлекательное, полезное и важное, но, как он выразился, волка ноги кормит. И имел в виду он то, что ему уже завтра, на следующий день после оперативки, надо ехать в Казахстан. Там намечен крупный форум «Башкортостан-Казахстан». Ну, видимо, дорогой Радифаритович в пылу борьбы с башкирским экстремизмом совсем перестал следить за международной повесткой. Он, похоже, не знает о резком похолодании в отношении между Россией и Казахстаном, но, возможно, все не так уж плохо, и подхарчиться на гостеприимной казахской земле ему все-таки удастся. Завершил вступительную часть оперативного совещания Хабиров награждением. За неоценимый вклад в развитие институтов гражданского общества звезда ордена Салавата Юлаева была пожалована руководителю общественной палаты Рамилю Рахимову. Расстроганный общественник на зарплате в ответ почему-то попросил увековечить память первого секретаря башкирского обкома КПСС Медхата Закировича Шакирова. Хабиров согласился, признав, что дело это богоугодное, и обещал уже осенью воздвигнуть памятник видному деятелю коммунистического движения СССР, как говорится, по месту жительства. Ну, вообще странно, что Хабиров в этот день почему-то наградил руководителя общественной палаты, а, например, не Урала Кельсинбаева, за плодотворную работу на ниве внутренней политики Республики Башкортостан. В жаркие дни Баймакского протеста мы все ощутили дефицит источников информации. Остро поняли, что, ну, вот это наше всякое, простите, БСТ, конечно, нам ничего не покажет и не расскажет. Особенно тогда, когда очень нужно получать оперативно информацию и правдивую информацию. Надеюсь, это вам поможет понять, что каналы подобные открытой политике не только в самые экстренные моменты, но и всегда помогают вам получать очень важную и полезную информацию. А живем мы исключительно на ваше пожертвование. Я имею в виду, сам канал существует на эти пожертвования. Так что не забывайте, пожалуйста, помогать каналу, помогать настолько, насколько вы считаете нужным. Сделать это можно единственным способом, перечисляя деньги на расчетный счет, который мы вам показываем в каждом нашем выпуске и указываем в описании под каждым нашим видео. От темы героической борьбы с экстремизмом пришлось все-таки перейти к скучной и рутинной истории о ЖКХ и ситуации на дорогах. Ирина Александровна Голованова сообщила, что количество отключений ресурсов ЖКХ на длительные сроки в пределах нормы всего шесть по республике. А вот аварии и прочие прорывы длительностью менее 8 часов Голованова теперь именуют туманным термином технологический инцидент. Этих самых технологических инцидентов по версии Министерства ЖКХ республики случилось за минувшую неделю 35. Так что теперь, если у вас отключают свет, газ или, не дай бог, отопление, просто прошепчите про себя технический инцидент и продолжайте стойко переносить процветание державы дальше. Теперь это не авария, не прорыв и не порыв, это всего лишь технический инцидент. Согласитесь, мило звучит, как-то немножко успокаивающе. Выслушав Ирину Голованову, Хабиров упомянул о том, что Центр управления регионом, хоть и потерял оператора Рынды, но все еще работает. И из этого самого Центра поступают тревожные сообщения о ухудшении ситуации с отоплением в Калининском и Орджоникидзевском районах города Уфы. Голованова кивнула, мол, как говорится с сообщениями, разберемся, перестанут жаловаться мерзавцы. Окрыленный успехом 23-го года на Ниве снижение показателей аварийности и смертности на дорогах, Александр Владимирович Калибанов доложил о том, что количество ДТП и пострадавших в них продолжают снижаться. О том, как обстоят дела с общественным транспортом и расчисткой трасс от снега Калибанов предпочел не упоминать, а Хабиров, впрочем, и не интересовался этой темой. Первый вице-премьер правительства республики Рустам Муратов попытался объяснить нам, зачем Хабиров собрался на завтра в Казахстан, а вскоре планирует посетить еще и Беларусь. Муратов назвал Казахстан и Беларусь ключевыми деловыми партнерами республики Башкортостан за рубежом. Примечательно, что перестали упоминать партнерство с Турцией, Ираном и даже как-то на задний план ушел в Китай. 23 и 24 января в Казахстане пройдет форум Республика Башкортостан и Республика Казахстан, где с Хабировым должен встретиться даже президент Казахстана Касым Жамат Камилевич Такаев. И Хабиров, кстати говоря, в отличие от Владимира Путина, выучил, как же зовут президента Казахстана. Внешнеторговый оборот между республиками Казахстан и Башкортостан за 2023 год превысил 440 миллионов американских долларов. Это примерно 40 миллиардов рублей. Причем в структуре товара оборота преобладает экспорт из Республики Башкортостан и он составляет 82,6%. Это существенный перевес, согласитесь, в сторону экспорта. В основном Республика Башкортостан отправляет в Казахстан соду, топливо, продукты питания и стройматериалы. Что мы получаем взамен, упомянуто не было. А вот с Белоруссией товарно-денежные отношения пока не так блестящи, как с Республикой Казахстан. В 2023 году товарооборот с Белоруссией даже упал и составил только четверть от товарооборота с Казахстаном. 110 миллионов долларов, то есть примерно 10 миллиардов рублей. Много всяких заявлений о намерениях существует между Белоруссией и Башкирией. Там мы собираемся то, мы собираемся это, но мы прекрасно знаем, чего стоят все эти заявления о намерениях. В том числе есть большие планы расширения производства Амкадор. Еще два завода грозятся построить в Агиделе и в офшорной зоне Алга. Но все это пока только планы и слова. На деле из Белоруссии к нам поступают регулярно только зубры, которые разбегаются по Мурадымовскому ущелью и больше их никто не видит. Завершили оперативное совещание докладом Ирины Головановой об успехах улучшения системы наружного освещения в Республике Башкортостан. Ирина Александровна сообщила о том, что всего лишь за какие-то жалкие 300 миллионов рублей она сумела установить 8 140 новеньких светильников, 2863 опоры освещения и тем самым осветить 215 километров дорог. Также ей удалось подсветить свыше тысячи подходов к социальным объектам в Республике Башкортостан. А еще, помимо вот этих успехов, есть те самые пресловутые энергосервисные контракты. Их в Республике Башкортостан уже 20. Но первые и главные это, конечно же, в Нефтекамске и в Уфе. Говоря об Уфе, Голованова заявила, что в рамках энергосервисного контракта, который, кстати говоря, завершен по документам, в Уфе уже установлено, внимание, 35 тысяч светильников. Ну, в прошлом году, когда Мавлиев с пены у рта доказывал рентабельность и богоугодность вот этого энергосервисного контракта, звучала цифра сначала 46 тысяч светильников, потом чуть позже 45 тысяч светильников. Сейчас Голованова говорит о 35 тысячах светильников в рамках вот этого энергосервисного контракта. А ведь, напомню, этот Уфимский энергосервисный контракт уже исполнен, ну, по крайней мере, по отчетности мэрии. Тогда возникает вопрос, куда делись 10 тысяч светильников? Еще вопрос. Изменилась ли сумма в таком случае в контракте, если там минус 10 тысяч светильников? Ну и дальше вопросы. Установлены ли хотя бы эти самые 35 тысяч светильников, и как мы это можем проверить? Ну, действительно, вопросов очень много. Похоже, вопросы к энергосервисным контрактам появились и у самого Хабирова. Выслушав Голованову, Хабиров заявил, что экономические показатели этих самых контрактов не бьются, и сомнителен вообще экономический эффект от энергосервисных контрактов на некоторых территориях. Ну, жаль, конечно, что это понимание пришло и накрыло дорогого Радио Фаритовича только теперь, когда Мавлиев и его КВН-команда уже переварили этот грандиозный по сумме контракт. Ну, впрочем, ничто не мешает сейчас правоохранительным органам проанализировать заключение, исполнение и итоги этого энергосервисного контракта. Было бы неплохо сейчас получить данные о том, где и в каком режиме, в какие сроки были установлены эти новые светильники. Ну, и в конечном счете их надо тупо посчитать, потому что, ну, есть ощущение, что в городе не появилось 35 тысяч новых светильников. Ну, уж тем более обещанные 46 тысяч. А вот денежки мы теперь много-много лет будем регулярно отдавать из бюджета города Уфы, то есть из наших с вами налогов, оплачивая вот этот вот энергосервисный контракт. Там чуть ли не 10 лет. Это кабала теперь на шее будет висеть города. Уже Мавлиева выпрут из кресла мэра, а мы все еще продолжим платить вот по этим обязательствам. В общем, сейчас нужно, я полагаю, срочно проинспектировать этот энергосервисный контракт по горячим следам и выяснить, что же там на самом деле произошло. И прав ли, дорогой Радифоритович, подвергая сомнению экономический эффект от всей этой затеи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова